Приехали еще на один кемпинг. Трак грязный. Вот какой. После Yellowstone наехали, ремонт шел. В Вайоминг, штат. Приехали, стали на юг спускаться. Yellowstone парк имеет несколько выходов на вест, на запад, на восток. Заезд с севера немножко, он такой тоже с вест и выходит на юг. Мы на юг поехали, хотим вернуться утром и досмотреть кусочек, где гейзеры самые интересные. Вот, и поэтому все ближайшие кемпинги, ближайшие это примерно километров 40 ниже границы парка, занятые. Даже при том, что цены очень высокие. Если юрта, ой, юрта говорю, палатка, простое место, стоит примерно где-то 7-10 долларов. То там 38 за место. Заехали такие палатки, ихние, презентовая, это как крыша на 4 кровати, 80 долларов. Короче, цены нереальные. В августе, в конце лета не ездите в Yellowstone. Моя рекомендация. Моя рекомендация. Такая совет. Мы нашли вот место. 12 долларов. Место number one. Вот. Кемпинг небольшой. Всего лишь 10, да, 10 мест. Вот здесь хост живет, смотритель парка, пенсионер, на 4виллере ездит. Там велосапедисты остановились. Здесь вот мотоциклист. Последнее место, кстати, занял. Здесь такая вот тоже информация. Вот столбик. На столбике написано всего 10 мест, 10 место. Последнее, кстати, и занял. Вот. Хатчет Кемпграунд. Штат Вайюминг. Где-то проехали, наверное, километров 50-60, может быть, вниз. И вот на этом кемпинге остановились. Да, он возле дороги. Но какая разница? Сейчас к вечеру машин уже совсем мало стало. Воздух обалденный. Правда, есть комары. Вот. Ну, нам бесплатно дрова дали. Там несколько пней накололи мы. И сейчас у костра сидим, дымок идет. Жарковато еще. Ну, как жарко? Не сильно, кстати. Сейчас солнце зайдет от горы. Сразу будет прохладно. Поэтому все так же работает, как и обычные кемпинги. Энвелоп. Конвертик берешь. Заполняешь. Вложишь деньги 12 долларов. И бросаешь вот сюда. Квитка. Все. Половину квитка вложишь на столбик, на прищепку ставишь. На этом кемпинге так. И все. Номер машин на нем есть. Так что можешь приехать утром, занять и на весь день уехать. Вечером приедешь, твое место не будет занято. Вот так сделано здесь. Это правила парка. Краткие. Что можно, что нельзя. Всегда костер тушите. Ну, как обычно, в общем. Какие-то есть там. Маленькие различия, но это несущественно, в принципе. Вот всего парк. Какой? Раз. На 8. Это еще старая карта. Добавили 2 места. Тут 10. Мы на первом. Оно же вот здесь, наверное, сейчас находится в этом месте. Короче. Хачет, по-моему, топорик. Хачет. Кемп топор. Дословно, если. Ну, вот цены. 12 долларов. Если у тебя есть паз. Штатовский. Штатовский. С пазом. 6 долларов минус. То есть, переночуешь за 6 долларов. И вторая машина на парковке. 6 долларов. Ну, и палатку поставить можно, естественно. То есть, приехал, считай, даже несколько. Ну, две семьи, к примеру. Или там. Не знаю. Группа большая на двух машинах путешествует. Вода есть. Туалет есть. Душевой нету. Вот. Дрова бесплатна. Вон там куча лежит. Говорит, хотите еще идите пилить. Так что. Устроились уже. Пока машин нет, тишина такая. Классно. Сейчас чайник закипит. Поставил уже. Палатку поставили. Instant. Дом 5. Раскладная палатка. Ставится, ну, не знаю, две минуты. Дыг-дыг ее открыл. Защелкнул вот эти вот карманы. Четыре колышка. Ну, так, на всякий случай вбил. Все. И вниз вот тарп стилю. Чтоб чисто было твой мусор не заносить. Ну, вот такая идиллия. Чайничек шумит. Давить наколол дров туда, да, говорят. Костер, семечки. Какие семечки у тебя? Покажи. Ого. Зубы мамонта, да? Ясно. Сейчас тоже пощелкаю маленько. И была ночь, и было утро. День четвертый. Сегодня четверг. Четвертый день сегодня. Раннее утро. 6 часов 20 минут где-то. Проснулись нормально. Все. Генератор работает на RV. У смотрителя парка. Вон мужик тоже встал на мотоцикле. Дед, не знаю, лет 70 путешествует на мотоцикле. Солнце еще не зашло. Сегодня холодно было. Я сегодня замерз. Что-то с вечера так расхрабрился. Было жарко. Душно даже маленько. Разделись полностью. Под простынками легли с сыном. И, короче, лежал, лежал. Потом раз что-то думаю, нет, надо это просто не убирать. Просто не убрал. Взял с собой спальник мой. У меня спальник такой конкретно теплый. И под ним уже веселей было. Но все равно. То там поддувает, то там что-то. Я его расстегну как одеяло с вечера. А то я и боковые эти открыл. Сетки. Думал, ну, чтобы не было сильно ночью душно. А оказывается, подзамерзли конкретно все. Вон Маша зубы чистит. С нашего умывальника походного. Но можем мы в гостиницу ночевать. И в походных условиях тоже. Все. Сейчас палатку собираем. Пьем чай. Чайник уже закипел. И двигаем в Yellowstone опять. На самые большие гейзеры сегодня поедем. Так что, такие вот новости с утра. Ну, добренько. Кто-то на великах путешествует. Палатку поставили на велосипед. Ночуют. Ну, все. Собрались вроде. Сейчас выезжаем. Сейчас пойду еще там стенд один. Сниму информацию. Интересно мне будет. Мотоциклист тоже собрался. Тоже один путешествует на мотоцикле. Дорога с Вайоминга на Yellowstone. Вперед и с песней. Утро 7 часов. Едем. Сильно оборотов не даю, чтоб мотор прогрелся. На кемпинге не стал шуметь. А то дизель громко утром. Чтоб народ не будить. Хотя кто-то уже уехал. Березки. Как Россия. Короче. Там вдалеке горы со снегом. Не знаю на камеру видно или нет. По дороге едешь и горы впереди. Здоровенные хребты такие. Сейчас вот мы их обогнем с правой стороны. Едем в Yellowstone. Утром сегодня проснулись. Было 3. А ну вот сейчас 3 градуса. Цельсия. То есть это самая холодная ночь была из всех. В принципе. Ну ничего. Нормально все. Закаляемся. Вайоминг. Штат. Вайоминг. Штат. Заезжаем опять в Yellowstone. Со стороны Вайоминга. Такие домики вон. Рубленные КПП. Сейчас нам нужно только пас показать. Потому что мы уже оплатили. Кстати засада такая была. Мы выехали в Вайоминг. Ночевали. И пересекли в Вайоминге еще границу другого парка. Типа. Но выезд бесплатный. А заезд сегодня утром. Заезжали. Рейнджеры. 35 долларов за въезд. Так что потом еще об этом не расскажу немножко. Да. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. С